Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Евбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Так, с нами сегодня дочурка Полинка. Говорит, привет, привет. Итак, друзья, у нас сегодня распаковочка. Нам пришла посылочка от нашего зрителя, подписчика. Вместе с вами распакуем и поговорим на эту тему. Так как, может, кому-то будет это полезно. Это как бы подарочек такой. И информация для размышления, скажем так. Так, сейчас все открою. Я как бы знаю, что, так как меня поставили в известность. И сейчас я вам покажу. Это ребята, пчеловоды. Имеют свой бизнес дополнительный еще в Киеве. Они занимаются, друзья, морепродуктами. И у них различный товар есть по интересным ценам, скажем так. Они высылают по новой, ну да, по новой почте, ну, может, и по любым другим, как бы, почтовым перевозчикам различные морепродукты. Ну, это конкретно креветки, королевские креветки. Здоровые, как лошади. Буквально за сутки с Киева доехала, ничего не растаяло, так как сейчас мороз, и этим можно пользоваться. Так как, например, ну, у них есть все. Все с морепродуктов. Так что, друзья, если кому надо будет, я телефон, ребята, ставлю, ну, может, первым комментарием закреплю, и чтобы вы имели в виду. Так же мне послали еще на пробу, друзья, мед. Ну, такой мед мы уже от них получали. Мы снимали ролик. Это гречка. Ну, может, она не чистая гречка, потому что в прошлый раз, когда мы распаковывали... Не, это нельзя открывать. Нельзя это. Потом откроем вместе, хорошо? Да, ну дай вот это. Гречку мы уже вместе с вами распаковывали. Мне, кстати, очень понравилось. После того, как мы приобрели гречку от этих ребят... Вон у меня... Ну, башни, перепоказывай, у нас стол. Не убранный. Чего? Я после того, как приобрел гречку, начал употреблять только гречку. Потому что я ем два раза в день кашу. Ну, вечером манку. В манку я не кидаю, как бы, мед, а утром кидаю в геркулес мед. И очень мне понравилась. Очень она... У них такая... Очень запашная, друзья. Очень мне нравится. И... И очень она мне понравилась. Но, скажу честно, прямо и ведверту. У нас на Закарпатте... Это такая правда жизни, друзья. Ну, не востребовательная. Такие сорта не было. Человек, находившийся отдыхающим в Закарпатте или проездом в Закарпатте, хочет купить закарпатский мед. Будь он даже, друзья, с сахаром, но все равно он будет более востребованный, чем мед каких-либо других сортов. Вот сейчас, на данный момент, мы для организации у себя взяли липу, гречку и есть, как бы, наш мед. И когда ты клиенту говоришь, что есть липа, гречка, ну, привозная, и есть наш, все равно покупатель склоняется в сторону к нашему Закарпаттскому. Даже отдающий отчет, что в нем может быть какой-то и сахар. Так как получить на Закарпатте мед без сахара, это довольно сложно. И цена на него всегда выше. Вот такая правда жизни, друзья. Вроде бы и как бы мед с сахаром, но он будет всегда более востребованным, у нас тут конкретно, у нас. Более востребованным и более дорогим. Так что, а к чему введу? Ну, мед тоже классный. И может, кто для реализации ищет, есть у ребят еще мед. Потому что, вот, например, меня сейчас на данный момент не интересует. Потому что я как взял этот мед, я даю только своим там друзьям, которые меня спрашивают, я им даю на пробу, сам его ем. Ну, а спроса на него нет. Так что, вот, например, меня пока больше он не интересует. Так как понимаю, что сказать, что это наш закарпатский мед с гречки, конечно, человек поймет, что это неправда. Так как, посмотревшую головой, покручившую в Свалявском районе, в любой точке, он понимает, что тут везде горы и посадить гречку тут нигде невозможно. Соответственно, он понимает, что это вранье и просто-напросто не хочет. А когда ему говорят, что она привозная, и за литр просишь 230 гривен, конечно, человек тогда говорит, так зачем я дома возьму по 100? Вот такая, друзья, горькая, правда, жизнь. Ну, от этого мед хуже не встает, он очень классный и очень мне нравится. Конечно, может, и не чистый, но тем не менее. Если кому надо, друзья, для реализации, знайте, что у ребят есть еще предметы количества, я закреплю их телефон в первых комментариев. И позвоните, и для реализации можете себе приобрести. Вот такие вот друзья, друзья. А креветочки, за креветочки большое-большое спасибо. Где? Полина уже где-то их спрятала. За креветки большое спасибо. И, друзья, знайте, что есть такие ребята, которые и пчеловоды, и занимаются другими бизнесом. Так как, ну, что сидеть на месте? Если есть свободное время, есть желание, есть интерес, есть возможность приобрести, есть знание, как это отправить, есть знание, как это все распространять, так грех не заниматься. Так что, ребятам, респект за то, что на месте они сидят. И большое им спасибо. Данный товар, так как есть икра различная, и тому подобное различное, рыба. Так что, можно всегда приобрести. Все, друзья, а на этом уже заканчивать. С вами были мы, подписываемся на канал, там классика, нравится, дизлайк. Все, все, пока-пока-пока. Полиночка, а ну, пока-пока. Полин, машин, пока-пока, туда, на камеру. Пока-пока-пока.